24-й детский сад в Заречье. Светит солнце, гуляют дети. Рядом с малышами можно заметить человека в форме. Это сотрудник прокуратуры. Внимательно осматривает территорию, общается с детьми. Совсем недавно здесь произошло ЧП. Из заведения ушла 7-летняя девочка. Ребенка нашли через час в торговом центре в другом районе города. Прокуратурой города в настоящее время организована проверка по факту ухода воспитанника из дошкольного учреждения, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Как выяснилось, девочка уже убегала из детского сада. И это не первый случай побега несовершеннолетних череповчан в этом году. Только в начале лета пропадали и, к счастью, так же быстро нашлись пять детей. Вам здесь нравится? Да. Все хорошо у вас? Да. А можно ли вам выходить за территорию детского сада? Да. Нет, нельзя вам выходить. Этот короткий диалог еще раз доказывает, дети – особая категория граждан. Они, конечно, не задумываются о своей безопасности. Да и не должны. Это обязаны взрослые. Каждый случай ухода из дома или учебного заведения рассматривает административная комиссия. И не только. В этом году несовершеннолетние совершали поджоги, кражи, грабежи, причиняли вред здоровью другому человеку. Любое правонарушение со стороны подростков не остается без внимания специалистов. На комиссии собираются сотрудники различных ведомств. В действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Однако на момент совершения деяния несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Это фрагмент рассмотрения одного из дел. Таких материалов в год через комиссию проходит более 2000. Причем в центре внимания оказываются как подростки, так и взрослые, которые несут за них ответственность. Могут быть недосмотр родителей, родители, которые в системе не исполняют надлежащего исполнения родительских обязанностей, злоупотребляют алкоголем, оставляют детей одних без присмотра малолетних, когда они попадают в какую-то ситуацию. Не принимают мер к розыску детей, когда они уходят из дома. За второе направление работы профилактику активно ратует прокуратура. Полицейские, педагоги и другие ответственные специалисты должны проводить беседы как с детьми, так и взрослыми. Последние по закону обязаны знать, можно ли отпускать ребенка на пляж, должны проговариваться со всеми отпрысками правила дорожного движения или нормы поведения в общественных местах, к примеру, торговых центрах, напомнить подростку и про комендантский час. Комендантский час – это нарушение не только ночное время, но и дети не должны находиться на объектах, где может быть опасность для их жизни, здоровья, развития, интеллектуальному. Это на стройках, на каких-то точках, где продается, например, только алкоголь, другая продукция. В Череповецкой прокуратуре напоминают, главное – родители и подростки должны понимать, любое правонарушение может не остаться бесследным и повлиять на дальнейшую судьбу. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости. Ольга Соловьева, Новости.